С любовью, поддержкой, вниманием и заботой любая жизненная трудность по плечу. Особенно это плечо необходимо, если это касается детей, тем более детей с ограниченными возможностями здоровья. И здесь очень важна помощь со стороны государства, общественных организаций, чтобы дети с инвалидностью могли получать и образование, и лечение. Есть у нас в Волгограде реабилитационный центр областной клинической больницы, где такие детки вместе со своими мамами и бабушками имеют возможность получать различные медицинские процедуры. В центре проводятся мероприятия психолого-педагогической и социально-бытовой реабилитации. Теперь еще появился и компьютерный класс, благодаря Всероссийскому фонду помощи детям детские домики в рамках социальной программы образования для всех. Неравнодушные люди общими усилиями подарили ребятам возможность совмещать лечение с учебой, заниматься дистанционно с педагогами по скайпу. Это большая программа помощи детям с инвалидностью. В ней участвуют тысячи детей, которым оказывается персональная помощь, их семьям. И вот в рамках этой же программы мы открываем компьютерные классы в шести регионах России. Открываются вот такие классы, которые могут посещать и не только дети, которые персонально участвуют в программе, но и пациенты реабилитационных отделений, дети, которые учатся в каких-то образовательных центрах для детей с инвалидностью. В Волгограде в этой программе участвует 80 детей. С подростками будут заниматься как специалисты реабилитационного центра, так и различные профильные специалисты, студенты. Что такое для нас компьютерный класс? Мы же медицинская организация, да? Но ведь мы уже заключили, зная, что Надюша занимается этими вещами и подарит деткам компьютеры, как развивающие программы, то мы заключили договор с министерством образования. И специалисты с министерства образования будут приходить и обучать деток вот этой компьютерной грамоте, да? Это я не говорю о том, что эти же программы, эти же компьютеры послужат для развития мелкой моторики у деток. Это же и медицинская задача. Понимаете? И следующий вопрос. Вот вы сказали, нужно, а насколько это нужно деткам? Насколько нужно деткам? Нужно много говорить, но вы услышали. А насколько это нужно нам, кто не врачи, просто соседи этих деток, да? То есть это нужно обществу. Нашим деткам нужна социализация, нужны образовательные программы, чтобы они могли дальше жить и развиваться. Насколько необходим такой центр детям, это понятно. А как он необходим мамам, родителям малышей, которые борются за здоровье своих детей и у которых появляется надежда? Мы живем в Астраханской области, в городе Знаменск. И позвонили, узнали. Естественно, мы думали, поскольку центр находится в городе Волгоград, только для деток Волгоградской области и Волгограда. Оказалось, что нет. Мы тоже имеем право на этот центр и совершенно бесплатно. Каждые три месяца мы имеем право сюда опять возвращаться, приезжать. И я думаю, что через три месяца мы опять посетим этот центр. Как? Какие-то успехи уже есть? Ну, конечно, у нас есть успехи. И думаю, что с этим центром успехи у нас, конечно, будут нарастать, нарастать и нарастать. Первый раз мы поступили сюда в мае. Мы прошли процедуры. Были удивлены, конечно, что в нашем городе появился такой центр. Можно не выезжая, получать все процедуры. Очень удобно, хорошо. И вот мы вернулись повторно. Радует здесь очень обращение, квалификация врачей, что как все идут навстречу. Понравилось и лучше у нас. Ножка стала лучше. И вообще лучше после первого курса даже уже видно, что улучшения есть. Это важная машина, вроде сказочного джинга. Отдаете ей приказ, даже думает за вас. Я на кнопке нажимаю, отвечает, понимаю. Я помочь ее прошу, соглашается, решу. Эту мышку даже мама может смело в руки взять. У нее на спинке кнопки, чтобы программу выбирать. Мне компьютер подарили, учить буквы я хочу. Мне вначале объяснили, дальше я сама учу. Он имен не по годам и похож на чемодан. Реабилитация сейчас придается очень большое значение, начиная с самого раннего возраста, когда дети рождаются уже будучи больными. Для них она начинается еще в родильном доме, перинатальном центре. Но когда ребенок выписывается домой, ему также необходим уход. Проблема открытия данного центра, она стояла остро, и мы очень рады, что в субъекте появился такой центр, который рассчитан на 100 коек. Учли и стационар, замещающий технологии, то есть дневной стационар. Родители приходят, получают медицинскую услугу, и ребенка могут потом забрать домой, отдохнуть, принять душ, погулять и вновь вернуться в учреждение. Для родителей и детей, которые из области, они сюда приезжают, им создаются условия, они могут здесь стационарно находиться, круглосуточно. Специалисты социальной защиты консультируют, социальные работники, психологической помощи, есть даже семейные психологи, которые учитывают проблемы родителей, какое-то выгорание эмоциональное и оказывают помощь. А также образовательные услуги, в части которой вот сейчас представлен этот класс, который будет бесспорно подспорен для детей. Вера, надежда и любовь. Пусть эти слова никогда не покидает этих ребят и их родных. Они равнодушные, добрые люди. Может быть, их не так много, как хотелось бы, но они есть, готовы и подставить свое сильное плечо. И спасибо им за это.